Тверские старшеклассники приняли участие в интеллектуально-развлекательной битве для учеников 10-х классов. В четверг прошел election quiz. В чем его суть и какие знания и навыки демонстрировали ребята, расскажем далее. Четыре команды десятиклассников и столько же раундов. Ребята демонстрируют свои знания в избирательном праве и избирательном процессе, истории и не только. Как называется коллегиальный орган, организующий подготовку и проведение выборов? В каком возрасте можно стать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации? С этими вопросами Алина справилась на раз, два, три. И недаром девушка планирует сдавать ЕГЭ по обществу знанию. Поэтому ее знания очень пригодились команде от Московского района, которая называется «Народная воля». Достаточно несложный, я это все знаю. Мне ЕГЭ нужно по обществу знания для поступления. Результат первого раунда. И я достаточно хорошо знала с нем, и мне это очень нравится. Волею знания демонстрировали и другие участники команды. Как оказалось, общество знания для всех ребят близкий предмет. Все участники планируют написать ЕГЭ именно по нему. Я очень интересуюсь обществознанием, изучением общества и сфер жизни общества, то есть духовное, социальное, политическое, экономическое. Потому что я с этим вообще в принципе жизнь хочу связать, но маркетологом. Электрон квиз дал возможность школьникам еще раз проверить прочность своих знаний и узнать о существующих пробелах. Игру организовал Тверской избирком. Основная цель – повышение правовой культуры, обучение вопросам избирательного права и избирательного процесса, развитие творческих способностей молодежи. Молодежь, которую мы привлекаем к нашим мероприятиям, становится менее равнодушной, более заинтересованной. Начинает интересоваться не только политической жизнью, но и какой-то общественной деятельностью. Впоследствии очень неоценимую помощь большую оказывают избирательной системе и избирателям. В частности, работают волонтерами на избирательных участках, помогают пожилым людям, маломобильным людям. По итогам состязания лучшей стала команда пролетарского района. Ученики 20-й школы набрали самое высокое количество баллов и показали блестящие знания. Остальным есть над чем работать, чтобы в следующей игре тоже взять пальму первенства.